Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. И я начну его с своего заказа из магазина Яндекс.Маркет. Забрала свой заказ. Сейчас мы вместе с вами все откроем, посмотрим. У нас сегодня так жарко, девочки. Пишет плюс 4. Машина у меня пишет плюс 5. Но по ощущениям все плюс 15. Вообще очень жарко. Курки нараспашку. Я еще зачем-то теплую кофту одела вообще. В общем, сейчас приехала. Заезжала еще в мясную лавку. У нас сейчас каникулы, дети дома. Я быстренько с утра была по делам. И потом заехала, еще забрала. Да, ногти. У меня еще сломалась лампа. Тоже заказала на Яндекс.Маркете лампу. Хорошие отзывы на нее. И у меня один ноготок здесь прям вздулся. Все-таки я повредила себе два пальца. Я говорила в каком-то влоге, что... Короче, об багажник. Багажником машины прищемила себе пальцы. И на самом деле вот этот палец у меня прям опух очень сильно. Перелома нет, слава богу. Я еще умудрилась сверху нарастить, снова себе ногти наклеить. В общем, сейчас не буду уже ходить с длинными ногтями. Во-первых, потому что погода у нас практически все растаяла. Мне уже почему-то хочется очень в огород. Очень хочется, девочки. Вот. А во-вторых, не хочу снова делать. Потому что был нормальный ноготок, пальчик точнее. И сделал опять длинный. И, видимо, не стоило этого делать, короче. Короче, придет лампа, я вам покажу тоже. Потому что моя перегорела. Что я... С ножом сижу. Это я, чтобы упаковки вскрывать, вам показывать. Что я заказала? Первое. Самое главное. Девочки, у кого есть хвостики, это просто для вас. У меня хвостиков много. Четверо. Два кота и две собаки. И вы знаете, что корм для животных... Ну, он как бы, как, я не знаю, бензин дорожает, наверное, да. Поэтому я всегда где-то по акциям, по скидкам пришел. Мама... Что мамочка принесла, да? Надо посмотреть. Я извиняюсь за свою прическу. Только я волосы убрала. Сейчас буду готовить. Надо немножко прибраться, постирать все, как обычно. Вот. Время у нас 3 часа дня. Так, куда полез на стол? Ну, куда? Леофан, брыщ! Я тебе сейчас. Сейчас. Иди отсюда. Как к себе домой. Слушайте. Так. Заказала две упаковки. Сейчас я их пытаюсь раскрыть. И вам показать. Там можно оплачивать на месте. Можно... Я платила онлайн. Мне так быстрее. Можно заказывать с доставкой. Это очень круто на самом деле. Но так как я сейчас в разъездах, то мне неудобно с доставкой. Хотя дети дома были, могли принять. Ну, в общем, у меня либо тушь, это самая, либо я такая. Та-дам! Шеба. Получается за... То есть я купила упаковку одного вкуса, 28 штук. И получается за один пакетик 25 рублей, сколько-то копеек. В магазинах сейчас свыше 30 рублей. Это если по акции вы найдете. Поэтому, девочки, рекомендую от всей души. Вот они. Я заказала самые любимые моего старичка Каспера. Он любит вот этот телятиный язык в соусе. Вообще, вот эту шебу они у меня обожают. Поэтому им покупаю. Ну, Касперюша мальчик старенький, поэтому его нельзя переучивать на что-то другое. И собакам. Собаки тоже у меня. Я им с утра на завтрак даю по паучу. Я называю это пакетики. На самом деле это правильно называется паучи. Я заказала им... Коробку тут порвала. Тоже Цезарь. Тоже получается по 25 рублей. Там с копеечкой. Сколько-то копеек. Тоже заказала одного вкуса. Вот такую говядину в соусе с овощами. Я извиняюсь за свой маникюр, но придется немножко мне потерпеть. Я даю с утра сухой корм. И по паучу. Бони, вот этот пауч, ну это как семечки. Вы же понимаете, лабрадору, да? Но я даю, потому что, во-первых, мы принимаем лекарства. А во-вторых, то есть смешиваю с лекарством. И она тогда съедает без вопросов. А во-вторых, она после пауча съедает корм сухой. Если просто насыпать сухой корм, она не будет. Я не смешиваю с сухим. Я отдельно кладу миску в большую. И оттуда же у меня Джуси тоже съедает сухой корм. Поэтому приходится давать Боне паучи по утрам. Но сухой корм ей нужно есть обязательно. Вообще собакам нужно есть сухой корм. Там содержится больше витаминах, чем вот в этом во всем. Так, ну, в общем, у меня Бона, вы знаете, лабрадора, у нас проблемы с желудочно-кишечным трактом. И не только. Поэтому у нас такая своя особая система кормления. Ну, и Джуси тоже очень любят. И они у меня любят... Вот я покупаю пурина и вот эти Цезарь. Но больше всего они у меня любят вот эти паучи Цезарь. И они пахнут вкуснее, на самом деле. Я бы сама поела. Ну, честно, я открываю, прям вкусно пахнет. И Шеба тоже самое. Так что, девочки, у кого их хвостики, вот эти паучи, сухой корм на Яндекс.Маркете. Потому что там реально дешевле. Я еще заказала собакам баночки. Ну, на ужин они у меня едят банку без сухого корма. Тоже потому что лекарства даю. Так, и здесь у меня... Я пошуршу немножко. Заказала вот такой корм коту на пробу. Называется он Блиц. Вообще, у него очень положительные отзывы. Здесь вообще это должно быть... Да, производство Россия, Московская область. Я как-то покупала давно. Потом пропал этот сухой корм. Вот, он есть на Яндекс.Маркете. Но Блиц, вот эта марка, из российского производства, она считается одной из лучших марок. То есть она используется профессиональной, у них есть линейки. И при заболеваниях каких-либо долгой скала, содержит пребиотики для пищеварения, особенности старичков. Супер! Я купила для стерилизованных котов как раз и размер такой средний, не крупный, не мелкий. Потому что мелкий корм у меня не особо ест леофан, а крупный не ест кастер. В общем, им купила тоже, получается, дешевле. Два килограмма. Ням-ням. Шуршать сильно не буду, но все-таки. Пакетик. Ой, пакетик. Коробочка. А здесь я купила для дома. Я раньше покупала средства для мытья посуды вот этой марки. Мне очень нравится средство для мытья посуды, гель для мытья посуды вот этой марки. Обязательно возьмите, девочки. У меня просто сейчас большая канистра стоит, и я, соответственно, не заказала гель для мытья посуды. Я заказала таблетки. Таблетки для мытья посуды я не пробовала никогда, но если почитать отзывы, то отзывы очень хорошие. Это средство, оно еще там какое-то биоразлагаемое, в общем, не содержит всяких вредных вот этих вот штучек. И поэтому я рекомендую. 90 таблеток, не помню, сколько стоило, но я ссылки вам на все это оставлю. В общем, с витамином С и активным кислородом. Очень много положительных отзывов, что бокалы блестят и так далее, и стоило недорого. Обычно я лентовские покупаю, но эти, по-моему, даже вышли мне дешевле с какой-то скидкой, в общем, и так далее. Так, еще накануне я заказывала лежанку для своей маленькой собачки Джуси, потому что она все время спит у меня около кровати на полу, либо со мной на кровати. Но сейчас становится жарко, и она летом тоже спит всегда на полу. Просто на полу, ни на ковре, ни на коврике, просто на полу. И я почему-то подумала, что мне нужно ей приобрести этот лежанку. Но вышла, я вам сейчас покажу, что. Вот такая вот лежанка у нас коричневая. Видите, что у нас происходит? Милый котик. Котик у нас размером, ну, наверное, с Джуси. Просто Джуси более такая крепкая, да. А котик, видите, видите, что происходит? В общем, в итоге на ней Джуси не лежит вообще. Сама лежанка, это очень классно. Она есть там в разных цветах. Я выбрала вот такую коричневую, чтобы подходила, да, к комнате. И вот бедная Джусинка лежит рядом. Она один раз туда забралась. Точнее, не один, а несколько раз. Вот Леофан притащил сюда свой кружочек из кошачьей мяты. И замечательно, так сказать, застолбил себе эту лежанку. В общем, он там лежал, спал, отдыхал. А она рядом на полу, никак иначе, по-другому. Не, ну, лежанка на самом деле. Вот эта подушка, у меня есть лишь одна лежанка, где подушечка, вот на которой лежит животное. Она такая очень, как сказать, твёрдая, да, такая. Здесь прям хорошо набитая, такая прям мягенькая. Сами бы тоже там лежали. Ну, или вот такую картину можно наблюдать вечерами. Чаще всего именно такую, потому что Каспер вначале обходил стороной, а потом подумала, почему бы и нет. Здесь очень мягко, очень здорово. На самом деле это хорошо, потому что обычно он спит на моей подушке. Теперь у него собственный диван есть. И никакая джусинка туда больше не проходит. То есть, не знаю, нужна мне ещё одна лежанка или нет. Наверное, нужна, я так думаю. В общем, у меня за эту лежанку, девочки, драки дома, коты. В общем, собаку не пускают туда. Вот два кота этих. Кто первый займёт, кто первый займёт, тот и будет лежать. Но так как в основном в сонном царстве пребывает у меня мой товарищ Касперюшенька Душенька, то, в общем, вы понимаете, они даже вдвоём пытались туда мститься. Лежанка очень классная, мягкая. И стоила она совсем недорого. Что у меня тушь размазалась, да? Стоила совсем недорого. Тысячу с небольшим я на лежаночку вам тоже оставлю. В общем, вы поняли, да, Наташа? Ну, куда я захожу, когда какой-то интернет-магазин? Это всегда корма для животных, если они там есть. И посуда, что-то в этом духе. Бытовая химия и так далее. Потому что всегда стараюсь найти подешевле. И последнее. Так как лежанку коты отжали... Там, кстати, вот эта лежанка, она ещё из такого ткани, как типа антицарапки. Ну, чтобы они зацепки не оставляли. Вы поняли. Смотрите, кого я ей купила. Она у меня очень любит игрушки. Это единственное животное в доме у меня, моя маленькая собачка Джуси, да? Которая играет в игрушки. Сейчас мы откроем. Игрушки там недорогие. Если просто пойти в магазин, то вот такая игрушка будет стоить, я не знаю, 700-900 рублей. А то больше. А там получается совсем недорого. Короче, я теперь знаю, где я буду покупать всё для животных. Смотрите, как апрель... Сейчас она пока не видит, вам покажу. Смотрите. Вообще, она у меня любит, когда шуршит ещё. Но здесь не шуршит, здесь просто верёвочки, и она пищит. Пока нажимать не буду. Сейчас я ей покажу. В общем, вот такая вот игрушечка. Тоже ссылку вам оставлю. Игрушка прикольная. Видите, она с верёвочкой. И в то же время, знаете, напоминает пряжу букле. Вот эта вот история. Мёшки. В общем, короче, балую. Балую своих хвостиков. А что делать? Ну, если не я, правильно? Ну, я люблю. Я люблю вот это всё для животных. Одежду, поводочки. Там, я не знаю, всё вот это вот, мисочки. Чтобы они у меня все такие миленькие были, красивые мои, сладенькие. Да? Сейчас дам игрушечку. Джуси. Котик тоже решил поиграть в игрушку. Занюхнуть. Да? Занюхнуть. Джусенька, ну, а тебе курочку? Это твоя курочка. Потому что сейчас отнимут от тебя. Лежанку отняли. Вон и лежит. Игрушку сейчас тоже отнимут. Дома хорошие. Шерсть уже тут набросали, пока мне не было. А ты что? Вот такая вот курица у тебя теперь классная. Она пищит. Сейчас мы её нажмём. На. Всем маму угодила, да? Даже всем маму угодила. Сейчас она с ней освоится. Растреплит её. Это самое. Наполнитель она весь вытаскивает обычно из игрушек. Да, Джуси? Я Джусю называю курочкой. Не знаю почему. Решила я курицу подарить, да? У курочки теперь курочка есть. Вот эту я называю козочкой. Не знаю почему, девочки. А вот эту у меня курочка. Да? Понравилась тебе игрушка? Вот это просто красавчик. Да? Ну давай играть. Давай с тобой будем играть. Давай. Да. Вот так. Вот так. Сейчас скажи непривычная. Но она любит у меня новые игрушки. Сейчас пару дней. И весь наполнитель из неё будет вытащен. Да, Джуси? И покупки из мясной лавки. Тут не совсем. Ещё зашла рядышком. Я называю это ларёчек. Но на самом деле это, как сказать, такая как палаточка открытая. В общем, где продают всякие фрукты, овощи и так далее. Но мне нужно было... Мне вообще на самом деле ничего не нужно было. Но я увидела клубнику. Лоточек 200 рублей стоит. Клубника очень хорошая, ароматная. Не знаю, сейчас попробуем. Первый раз в этом году взяла два лоточка. Ну, себе и детям. Муж у меня не особо радует клубнику. Поэтому... Да. И взяла ещё здесь три пучка зелени. Получается укроп, кинзу и лучок за 150 рублей. Три пучка 150 рублей получается. Также, значит, здесь в основном мясные, да, покупки. Взяла вот эта вологодская сметана. Она мне очень нравится. 15-процентная. Не помню, сколько она стоит. Девочки, по ценам не помню. Творога взяла. Ну, здесь она так взяла. 400, может быть, 50 грамм. Не знаю, либо так поедим и собакам тоже дам. Либо это самое... Может, сырники сделаю. Или, может, на выпечку какую-то. Не знаю. Говядину. Всегда там покупаю говядину. 760 рублей килограмм. Очень хороший кусок. Она мне такой большой достаточно дала. Я хочу немножко взять муж плов. Меня попросил сделать. Немножко возьму на плов. Остальное уберу, потом потушу. Также сразу, раз уж я там есть, взяла говяжий фарш. 510, по-моему, за килограмм. Я не помню, честно. Ну, 510, по-моему. И купаты. Это у меня купаты из свинины. Муж их очень любит у меня. Очень они вкусные. Там прям вообще обалденные. 6 штучек я взяла. Как раз ему сейчас пожарю. Ужинут. И также... О, самое главное. Девочки, смотрите, что я там увидела. Кто это любит? Мои дети. Я им как-то уже покупала. Они не оценили вот это. Я обожаю. Клюква в сахарной пудре. Мне кажется, это просто... Это просто супер сладость. Я обожаю. Если я где-то вижу, я всегда покупаю. Потому что мне лично очень нравится. И взяла девчонкам своим две небольшие косточки. Вот такие вот. Давно я им кости не покупала. Но не стала брать такие здоровые мотыги. Потому что они валяются долго потом у меня. Как игрушки используются. Сейчас они меня погрызут. Это такие кости говяжьи. Как это? Мозговые они, по-моему, называются. Но можно было, конечно, и на суп взять. Но на суп у меня есть. Еще косточки говяжьи. И такие всякие разные. А это я девчонкам погрызть. Хороший способ чистить зубы собакам. Прям идеальный. Вот Бон у меня уже ей 12 лет будет. Да, ну она уж такая не супер молоденькая женщина. Но вот она тоже грызет. И зубки прям вот весь налет счищается. Они вот сгрызают вот эти все жилки. Правда, косточки такие прям чисто косточки. Ну, в общем, сейчас отдам. В общем, праздник у меня у девчат моих сегодня. Вот такие вот у меня были покупки. Есть кто-нибудь, кто любит еще вот эту клюку в сахарной пудре? Я обожаю. Это просто супер вкуснятина. В общем, буду сейчас прибираться. Надо стирку еще замутить. И пожарю купаты и сделаю плов сегодня. Остальное все уберу. Не знаю, что с творогом. Не знаю. Ну, взяла, потому что брала сметану, поэтому творог взяла. Как-то так. У меня всегда так бывает. Вообще, я из тех людей, которые постоянно покупают творог, но не ест его. Но когда я его покупаю, я всегда думаю о том, что я поем творог дома. Ну, обычно все не так. Так, ну что, все, я наготовила. Тут у меня плов уже скоро будет готов. Сделала с говядинкой. И пожарила вот эти вот колбаски. Мужу очень нравится. Так что у меня муж будет, наверное, и плов, и колбаску. Не знаю, посмотрим. Так что ужин готов. Супер. А клубника девчонок тоже накормила своих. Косточки им дала. Игрушку грызет, на ней ее бросили. Ну, это так. Она не мясная косточка им поесть. Кстати, клубника. Муж какой-то, как всегда. Очень вкусная вот эта клубника. Мы уже, ну, половину, больше половину съели. Но удивление. Потому что обычно я, когда покупаю клубнику, так рано. Она такая, как вам сказать, на время, кстати, 6 часов, уже 18.07. Кислая очень. А в этот раз она прям очень-очень такая сладенькая. И ароматная. Прикольная. Вот. Так что, да, обычно я клубнику там в конце апреля начинаю покупать. А вот так рано не покупаю. Ну, и по 200 рублей это недорого. Первая клубника у нас вообще обычно такой маленький лоточек. Там рублей 400, 450, а то и 500. По-разному. И все такая прям. Ну, и есть, есть где не очень ягодки. Такие попались. А так она очень классная. Так что, супер. Не знаю, откуда привезли. Что-то я даже не спросила, честно говоря. Вот. Девчули мои. Да? Они уже... Вот косточки свои. Этот коврик вообще, он у меня... Я его периодически чищу. Мне просто как-то писали, что на ковре у меня едят кости. Ну, там ничего уже такого нет. Они все, что нужно, съели. А во-вторых, этот коврик у меня для вот этой мадам. То есть мы на нем не валяемся. Она на нем спит. И на постилках никаких не спит. У меня есть и корзинка для нее такая большая. Ну, как она, с одной стороны плетеная внутри. Она там не лежит. Она лежит вот исключительно на этом ковре живет. Ей он очень нравится. Он уже весь такой в пятнах. Ну, не убираю, убирать не буду. Я его летом керхером прочищаю. Ну, промывает муж мне хорошенечко. На солнышке он высыхает. А зимой я его покупаю, такую соду. Как она называется правильно? Сода. Не обычная сода пищевая, а вот такая техническая сода. Я ее вот так вот посыпаю и потом пылесошу. Или пара паровой швабры прохожусь тоже. Ну, вот он, да, он весь в пятнах. Но я не буду его убирать. Она уж больно любит этот ковер, да, моя девочка. Более, когда она болеет, когда плохо себя чувствует, она на нем постоянно лежит. И кости, видите, лежат, потому что это их местечко. Ну, и здесь у меня же там окно. То есть проход туда. Здесь постоянно летом ходим, поэтому он у нас так чисто символически лежит. Да, Джуси? Он в игрушку играет свою. Очень нравится ей эта игрушка. Так что, девчонка, еще вам дала кусочек мяска говядинки. Я не варю, я сырое даю. Вареное они у меня не... Ну, так, иногда могу дать что-то. А вообще сырое мясо лучше в нее перевариваться, что ли, не знаю. Вот, котов тоже накормила. Коты ушли. Сейчас плов-то делается. Надо немножко на кухне прибрать. Да, моя хорошая. Какая-то моя сладкая девочка. Моя сосуд. Моя хорошая, да. Мама любит тебя. Любит тебя, да. Это у нее шрам. Это мы операцию делали давно. Вот с этой стороны опухоль у нее там была. Ну вот. Так что. Да? Все, моя шутка. Девчонки мои. Ну, уже зубы не те, уже косточки, конечно, не очень ей, да. Да, моя хорошая. Да, моя шутка девочка. Погрызла. Пообсасывала, как конфетку, я бы сказала, да. Вот. И это тоже. Ну, ладненько, сейчас приберусь. Будем уже отдыхать. Да, девчонки? А это мы ездили к моей сестричке. У моего младшего племянника был день рождения. Ему исполнялось три года. Я втихаря чуть-чуть вам поснимала, девочки. Честно, не спрашивала разрешения. Это домик, а под домиком погреб у сестры. У нее вообще, на самом деле, очень классные клумбы. Летом к ней приеду, спрошу, можно ли поснимать. Не поснимаю вам. А это ее миленький котик, которого зовут Кефир. Я приезжала с Джуз и с собачкой своей. И, в общем, он ее... Ну, так, она ему не понравилась, мягко говоря. Смотрите, какой классный кот. Да? Да? Продолжение следует...